Дорогой вы наш, вы мой кумир, пишет Денис. Фамилию я убрал, знаете почему? Потому что он себя обозвал придурком. И пусть считается, что Денисову у нас миллион, обижаться некому. Это он сам себя написал. Я, придурок, потратил 200 тысяч на говно-саженцы. Извините, это не мат. Это не я пишу. Говно-саженцы. Это не мат, это консультация факта. Из Крыма. Вик-сад. Беккер. Клуб садоводов. Вот успеваю вас немножечко взять. Вот самое интересное письмо. Не знал бы раньше. Теперь весной придется все менять. И на осень у вас заказывают. 120 лет вам в жизни. Желаю крепкого здоровья. Вы гениальный и самый крутой. Ну да. Обрушился на академика, конечно. Крутой. Вот. И вот смотрите. Сейчас поймете. Это еще не конец письма. Дальше продолжение будет. Цифра. Бросилась в глаза. Я потратил 200 тысяч. Вы представляете? 200 тысяч. Наверное, какая работяга. Вот. Осада нет. А я вот взял. И случайно. У меня много таких. Бросилась цифра 200 тысяч в рекламе. Оптовая продажа. От 200 тысяч рублей. Без посредника. Высокая выраженность. Вот. Знаете почему? Вот если взять эти саженцы. Они, скорее всего, в горшки были поставлены, присыпаны. И пришло время. И они распустили листья. И теперь их продавать уже нельзя. Они все погибнут. Дурацкая штамп. Почему? Если бы штампа не было, можно было бы верхушку отрезать. Они были бы спасены. Но раз здесь штамп с листьями. Практически они все погибнут. А у них оптовая цена 200 тысяч. Допустим, это тысяча штук. Допустим. И вот их 200 тысяч. Человек отдаст. И я сразу скажу. Эти саженцы все обречены. Почему? Если бы по весной, по еще, был шанс весною, без листьев, видишь, бы прижились. Но выкормить уже это. Впереди же осень. Вот. И вот эти цифры стыкуются. 200 тысяч оптовая цена. То есть, хотите покупать, выкладывайте сразу 200 тысяч. Это представим себе, что он, допустим, везде понемножку заказывал. Сли годы, тратил, сада нет, тратил, сада нет. Беккер подлый. Упоминается. А сада нет. Вот. И хоть так 200 тысяч трать, хоть сразу отдай, и у тебя из тысячи саженцев несколько, может быть, хеликих будет. А теперь, почему он упомянул Беккера, я хочу, как его похоронить, я вот не знаю. Видите, адреса нет, Смоленск. 10 лет назад мой сын Сергей набрали такой наглости, Беккер, что ему, питомника воду, ему уже на тот момент, поймите, 14 лет начал. 14. На тот момент он уже был один из самых важных опытных садоводов России. А как вы хотели, моя школа. В моей школе год идет за пять. Вспомните, девочку вот эту. Знаете, что было потом? У нее теперь свой питомник. Вот. Год за пять. И к чему это я сказал? Набрали с такой наглости и прислали вот эти две, две вот этих самых рекламные. Я один раз на это давно был. Полюбуйтесь. Значит, вот они колоновидные. Ну, это понятно, нарисованные. Вот. Да, почему никогда ветка, если это читается, что это штамп, а ниже, вот ниже, совершенно, вот, ну, там еще штампик этот самый. и земля, и там корни. А это никогда не выдержит. Вот эта ветка столько не выдержит. То же самое здесь, и здесь. И вы знаете, когда дошли до черешни, черешня. Смотрим, какая у нее морозостойкость. Ну-ка, 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 ну-ка. Черешня, черешня, 902. О, еще тогда такие цены были. Вот. Черешня, черешня, черешня. Минус 42. Хоть груша, хоть яблок, хоть черешня. Все. Все, подавайте в Нобелевский комитет, все, Нобелевская премия гарантирована. У черешни минус 42. Я об этом не мечтать-то не могу. Чтобы плодоносило, чтобы у черешни минус 42 выдерживали эти цветы. а мой сад предельный, он у меня через самую мастерскую в мире. И мне это не снилось. И ни разу никого не обманул, и не написал минус 42. А вот это шедевр. Знаете, почему? Расчет на что? Я вот думаю, как? Они поручили художнику нарисовать. Это рисунок, поверьте. Я-то знаю, что говорю. Вот. Это рисунок. И когда художник, не имея понятия, чем отличается абрикос от персика, видите, нарисовали персик чистый, 100%. Это никакой не гибрид чистый. Написали 42. Персик столько не выдерживает. Написали абрикос колновидный. А их на планете нет ни одного. А им-то чай. А я подумал одно. Хозяева Бекера занимаются якобы профессиональной работой, распространением саженцев. Чего-то там еще и пишут, какие-то советы дают. При этом не могут отличить. Ведь это ж его пьет. Персик от абрикоса они не отличили. Значит, зачем было им? Ладно, художник ошибся. Он вместо абрикоса нарисовал персик. Но тот, кто рекламой занят, а это ж потом еще не все. Я потом видел в интернете то же самое. Они чисто и душой приняли это. То есть, раз художник нарисовал, наверное, так и есть. Они в жизни не видели персика. Во всей литературе персик выдерживает 26-28 градусов. В моей селе, но на то они хасанские, но на то они еще и специально адаптированы. Минус 42. Они не видели в глаза персика. они торговцы с аренцами. Вот это их уровень. Ну, про основу я молчу. Вот, ну, еще вот этим поиздеваюсь. Знаете, малина в деревьях в природе не бывает. Почему? Ну, давайте вспоминать. Если вот эта малина в один год вылезла, и в этот же год заплодоносила, и ветка умерла. На замену другая ветка. Но это он и куст. Это куст. Придумали. А знаете, как это стало модно, учитывая, что у нас нет этих специалистов таких вот. Ну, нету. Вот фото малинового дерева. Видите? Я набрал фото малинового дерева. Посмотрите, сколько обмана. Правильно? Малиновые деревья, новые интересные сорта. О-о-о, все. Только самих деревьев вы не увидите. И вот я нашел одно единственное дерево. похоже на дерево. Я ничего не спорю. Вот у него штамп. И давайте смотреть, кто вырастил. Внимание. Ищем изображение в Яндексе. Значит, людей спокойных. Я прошу пойти на кухню, выпить чай, возвращайтесь. Я начинаю долго листать. Внимание. Вот. раз их нет на планете, надо присвоить. Смотрите, сколько их присвоивали. Внимание. Это я все листаю. Одно из самых мошеннических, самых мошеннических, самых-самых. Это я еще листаю. Я листаю. Видите заборы? Иначе бы подумали, что я перескочил на другое. Я листаю. Я такого еще сам не видел. Представляете? Вот бы кто-нибудь взял из опытных, то есть из нужных наших друзей посчитал бы, сколько их обманывают. Вот. Город Костеполь. Вот, пожалуйста, украинцев тоже дурят, как хотят. А вот шрифт совершенно не наш. Тоже дурят. Видите? Попробуйте разгадать. Это даже не латинский, это даже не английский. Попробуйте. Вот это действительность. Почему я это все говорю? Я хочу подвести к такой мысли. Вот. Надо срочно заняться этим делом. Вот он, персик. Еще одна. Это я уже показывал коротко этот персик вставили в рекламу абрикоса. То есть они не видят никогда абрикоса и персика, перекупщики. ни персика, ни абрикоса. Они взяли ошиблись фотографии вставили. Вставляйте уровень. Вот. Контакты телефона. Еще раз вас прошу. Итак, весна, осень. Телефон московский оказался. Вот он. Я специально проверил. Телефон московский. Склад в Краснодаре. Понятно, что ни сада вы с вами про это проходили. Ни сада, ни питомника, ничего нет. Есть просто склад. Я вас умоляю, пожалуйста, помогите мне. Я же все долглюсь, долглюсь. Вот. С вас денег не беру. Ну, хотя бы взять вот этот телефон, позвонить. И даже, как единственный человек, который мне помог, когда ему так же сказали, самого вас невозможно, это так и написано прямо в этом рекламе. Самого вас невозможно, правильно. Потому что человек скажет, а где рассад? Приедет, скажет, где сад? Покажите, я возьму. А разослать, да. Добрый день, Валерий Константинович. Нравится ваш способ поиска мошенников по присвоению фотографий? Спасибо. Посмотрел ваш вот этот вебинар Железа Валерия. Вебинар 169. Халтура захватывает все новые регионы. Это уже не я пишу. Вы там говорите о питомнике в Тульской области в деревне Кутепова? Я там не был, не знаю, что они выращивают. Снимки с артой абрикоса у них явно ворованные. Одни и те же снимки, но все с арта. Мне интересно рассматривать, как выглядит, как выглядели относимки деревни со спутника. Если зайти в Яндекс. карты и переключиться на режим спутника, то видно, что Кутепова питомник есть. Это очень хорошо видно. И питомник не маленький. Что они там выращивают, неизвестно. Но возможно, мошенники торгуют сальцами, прикрываясь именем этого питомника. Ну, а дальше грустно. Где 60 лет? В прошлом году посадил из Сарковских жилделей в Донецкой области. И только потом наткнулся на ваши ролики. Много интересного почерпнул для себя. Прививки у меня получаются. Этой весной собираюсь привить на салют несколько культурных сортов. Хотел ваш фотограф показать, но не смог скопировать. Еще раз. Вот тульские, то есть тульские Кутеповские, да? Вот. Их подставил магазин. Они должны храниться при температуре 0,2, а они цветут прямо в магазине. А на улице внимание, если я сделал фотографию 30 января, значит, фильм был сделан в середине января. А до весны еще месяца 3. Представляете, что творится? Это еще раз. Их подставили. Даже если у них настоящие. Вот. Вот так вот хранить нельзя. Даже Кутепов сам. Ведь они куда-то поставляют, а они даже при 0,2 все равно к весне высохнут. Все равно даже при 0,2. Это 100% негодная упаковка, это подлость и предательство, господа Кутеповские. Придумайте, чтобы они не портились. Это же ваше имя порочат, если у вас настоящий питомник. А теперь я сомневаюсь, что у вас настоящий питомник. Знаете, почему? Черешня. А покажите мне сад вот кто-нибудь Кутепова наберите. Пожалуйста, наберите питомник Кутепова и вы тут же попадете на их сад. Увидите фотографию, увидите телефоны. Где ваш черешний высад? Получается, перекупщики? Вы знаете, какой огромный черешний высад надо иметь, чтобы продавать саженцы? Тут десяткам черешних не делаешься, как у меня. Вы заметили, что я не продаю черешню сразу? Потому что я не холтурщик, я не воспоминал за чертой матери. Если же выращивать черешню, то на месте. На месте косточка, на месте суперманстойкая вишня, а вот на нее уже черенок черешни. Вот это единственный шанс. Да, форма я еще в этом, да еще специальная форма я вам показывал выше, там где Юлия Матвеева будущая студентка фотографировалась. Кустовидная форма. А здесь что? Он и так мертвый. Да еще у вас его и быть не может через юрса. Да, ошибся, завтра в суд подойдите, покажите фотографию. Только он больше не покажет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова